Защищать детей можно по-разному. Задача сотрудников ГИБДД – научить подрастающее поколение безопасному поведению на дорогах. В 1 июня водители областного центра стали участниками важной профилактической акции. Им вручали подарки, которые могут спасти жизнь ребенка. Вот вам знали, что у вас ребенок в машине. Это чтобы соблюдали дистанцию, чтобы ваш ребенок не пострадал. Это для вашего автомобиля, а это вашему ребенку. Знаете, что это такое? Да, это браслет. Светоотражающий браслет. Давайте руку. Одевается он вот так, чтобы ребенка было видно всегда. Спасибо. Удачи вам. Берегите своих детей. Водители охотно принимали подарки, благодарили, обещали передать светоотражающие браслеты своим чадам. В темное время суток этот нехитрый аксессуар может обезопасить ребенка от ДТП. Летом в период каникул количество аварий с участием детей, как правило, увеличивается. Если говорить о статистике, то уже в мае в городе Иваново было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 18 лет, в которых пострадали 16 детей. То есть это достаточно большая цифра, и чтобы дети у нас не получали травмы, мы проводим ряд мероприятий, как с самих образовательных учреждений, так и с водителями. Хочу поздравить тебя с Днем Защиты Детей. Береги себя, переходи дорогу только на зеленый сигнал светофора. Не забывай, нужно смотреть всегда по сторонам. И вот тебе небольшой подарочек. Знаешь, что такое наверняка? Да. Что это такое? Это светоотража. Как он у нас крепится, знаешь? Да, на руку. На руку. То есть вот берешь, вот так защелкиваешь, и тебя всегда будет видно в темноте. Надеюсь, в школу осенью будешь в таком ходить, да? Ну и когда поедешь к бабушке за город, тоже не забывай в темноте всегда носить такой светоозвращатель. В последнее время участились происшествия с несовершеннолетними во дворах. В пассажирских автобусах есть первые сбитые велосипедисты. Сотрудники госавтоинспекции просят родителей напоминать детям правила безопасного поведения на дорогах как можно чаще. Желательно каждый день. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.